Уже на подходе к вокзалу слышна музыка и видны флаги поселений Одинцовского района. Необычных пассажиров, одетых в форму солдат Великой Отечественной, провожались с Белорусского вокзала торжественно и шумно, как и более 70 лет назад ребят, уезжающих на фронт, с пожеланиями доброго пути, подзвуки баяна и песни военных лет. И это несмотря на сильный дождь, который зарядил с самого утра субботы. Отправляющиеся в Беларусь делегации, казалось, ничего не может испортить праздничного настроения. Военная форма идет всем без исключения, и школьникам, и главам поселений. Некоторым из них можно уже смело пробовать свои силы на театральном поприще, так удачно они вживаются в образ. Гимнастерки, пилотки, галифе, то и дело мелькают по перрону. Активисты прихватили с собой в поездку знамена, транспаранты, военную атрибутику. Загружаемся быстро и организованно, строго по списку, в нем чуть более 130 человек. Под стук колес и дружескую беседу дорога пролетает незаметно. Ранним утром поезд «Москва-Брест» прибывает на платформу центрального вокзала. Делегацию встречает теплое весеннее утро, чистый белорусский воздух и Татьяна Одинцова. Исполняющая обязанности руководителя администрации приехала в город накануне с директорами школы. С одной целью – все тщательно подготовить к проведению мероприятия. Погрузка в автобусы, легкий завтрак, а после небольшая экскурсия по городу. Первое, что бросается в глаза – это, конечно, невероятная чистота улиц. Если честно, за все время пребывания на белорусской земле я так и не увидела привычные кучи мусора на остановках, обочинах и в местах скопления народа. Порядок везде. И машин здесь очень мало, и рекламы, и граффити. Уютные пешеходные, немноголюдные улицы. Многое здесь говорит о героическом прошлом этого города. Молодое поколение помнит подвиг своих прадедов и гордится им. А еще Брест – солнечный, просторный и невероятно зеленый. От цветущих каштанов просто впадаешь в эйфорию. Красивые бульвары в старой части города чем-то напоминают крымские – с аллеями, цветами, фонарями и лавочками, в том числе с местами для поцелуев. Все желающие воспользовались возможностью на них посидеть. На нашем пути – 15-метровый памятник тысячелетия Бреста, возведенный в 2009 году за счет пожертвований горожан и средств города. Его венчает статуя благословляющего ангела-хранителя, обращенного лицом в сторону Брестской крепости, с которой когда-то начинался древний город Бресте. Получив наглядное представление о Бресте, отправляемся в Святую Святых – мемориальный комплекс «Брестская крепость». Это один из самых ярких символов Великой Отечественной войны – образец мужества и стойкости советского народа. Эти стены помнят страшное лето 1941 года, когда 22 июня началась война с фашистской Германией. Город Брест первым на себя принял удар врага. Вход в крепость представляет собой арку в виде пятиконечной звезды. Построившись в колонну, проходим скульптурную композицию «Жажда». Она стоит на левом берегу рукава реки Муховец в цитадели. Фигура солдата, ползущего к воде с каской в руке, не оставляет равнодушным никого. Острая нехватка воды – это то, с чем столкнулись защитники Брестской крепости во время ее обороны. В первый же день войны водопровод был выведен из строя, а лето 1941 стояло очень жарким. Все подступы к реке обстреливались, а ночью берега освещали прожекторы. Дым и гарь, запекшиеся от жажды губы бойцов – неимоверные страдания. Сколько здесь погибло людей, пытаясь достать драгоценные капли. Вода была необходима, чтобы охлаждать пулеметы раненым, женщинам и детям, находящимся в крепости. Создатели мемориала решили рассказать об этой трагедии, используя мастерство скульптора. В наши дни к протянутой вперед каске люди приносят цветы. Впереди виднеется самый масштабный памятник комплекса – скульптурное изображение воина и знамени. Наш путь лежит к нему. Еще несколько сот метров и цель достигнута. Приветствуем делегацию Одинцовского муниципального района на Белорусской земле у стен Брестской крепости на митинге, приуроченном к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Слово принимающей стороне. Я нисколько не сомневаюсь, что в эти дни, дни победы, мы еще все-таки все вместе этот праздник великий отмечаем. Это еще раз мы все вместе отдаем дань уважения, признательности тем, кто защищал нашу общую землю. Звучат гимны России и Беларуси. От имени главы района Андрея Иванова Татьяна Одинцова передает директору музея слова благодарности, памятный адрес и символ района – золотого оленя. Мы правильно с вами решили, что мы должны быть здесь. Там, где начались ужасы фашизма, мы сегодня должны отдать дань памяти. Чтобы никогда такого не было, мы их всех должны вспомнить. Проникновенные стихи в исполнении школьников Одинцовского района. Ты славой окрыленная, со временем забытая. Винтовка трехлинейная, простая, знаменитая. Минута молчания и возложение цветов к мемориальной площадке городов-героев Советского Союза. Под гранитными плитами установлены капсулы с землей городов-героев, доставленные сюда их делегациями. Крепость сдержалась в течение месяца. Ее защищали солдаты более 30 национальностей Советского Союза. И только 28 июля 1944 года войска Первого Белорусского фронта отвоевали город Брест и Брестскую крепость, таким образом освободив белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Рядом пламя вечного огня. На площадке, вымощенной красными гранитными плитами, бронзовыми буквами, выведено. Стояли насмерть слава героям. Все здесь говорит о подвиге советских солдат, женщин и детей, которые предпочли умереть, но не сдаться врагу. 23 июня немцы попытались войти в холмские ворота Брестской крепости. Сейчас вы видите их прямо за моей спиной, используя живой щит. Это были дети, раненые, старики, больные, захваченные ими в госпитале. Заложников гнали впереди себя. Когда они подошли к краю моста и поняли весь замысел немцев, они отказались идти дальше. Тогда по ним открыли огонь на поражение. Из крепости ответили встречными залпами по врагу. Во время экскурсии по мемориальному комплексу и музею обороны Брестской крепости в горле встает ком. Музей открылся в 1956 году. Восстановлены части оборонительной казармы, построенной в цитадели. Здесь размещается три постоянных и четыре временных экспозиции. Общее количество музейных предметов более 85 тысяч. А вот и самая знаменитая надпись, сделанная штыком одним из защитников Брестской крепости. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20 июля 1941 года. Но и противник понес значительный урон. Только за первые полторы недели ожесточенных боев немецкая 45-я дивизия, штурмовавшая крепость, потеряла убитыми полторы тысячи человек. Это составляет две трети от всех потерь этой дивизии за время французской кампании в 1940 году. В 20-летнюю годовщину Победы, 8 мая 1965 года, Брестской крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Наша делегация не могла уехать, не посетив еще один символ Беларуси – знаменитую Беловежскую пущу. Это остатки первобытного леса. Заповедник площадью около 500 тысяч квадратных километров считается самым большим в Центральной Европе. Название природного комплекса происходит от населенного пункта Беловежа. Сейчас он находится на территории Польши. Парк вошел в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. Здесь растет около 900 видов растений и обитает 250 видов животных и птиц. Заповедник уникален еще и тем, что прямо по его территории проходит граница между Беларуссией и Польшей. О животном и растительном мире Беловежской пуща рассказывает музей природы, расположенный на территории парка. Здесь представлены чучела животных, много интересных инсталляций. Живые обитатели пущи – волки, рыси, медведи, олени и даже страусы – вольготно живут в вольерах. Здесь можно увидеть и самое большое млекопитающее Европы – зубра, или, как его еще называют, европейского бизона. Их всегда оберегали особенно. В 1811 году в Беловежской пуще вспыхивает пожар. Он продолжается ровно полгода, с мая по октябрь. Потушить его смогли только сильные ливневые дожди. В это время царь Александр I приказывает подкармливать зубров, забирать сено у коров и отдавать этим голодающим животным. День, проведенный в Бресте, подходит к концу. Впереди обратная дорога и снова рабочие будни. Уже на вокзале подводим итоги поездки. Мы выяснили, что все-таки Брестская крепость – это герой, которая первая приняла вот такой удар за весь советский народ фашизма. И мы бы хотели, конечно же, приехать и в Берлин, к Рестагу и посмотреть, а где же наши воины там воевали. Мы хотим привезти наших детей, и пусть для них это будет урок мужества. Мы везде встречали положительные, позитивные отношения и к Москве, и к России, и вообще к Советскому Союзу, к нашему общему прошлому. Поэтому вот эта поездка для меня, она имеет колоссальное значение, потому что я, во-первых, впервые в Белоруссии, впервые в Бресте. Вот новизна, ну и плюс ко всему очень сильные такие эмоциональные переживания, которые, наверное, характерны для любого человека. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинсова.